Приветствую вас, и говоря конкретно, можно сказать так, различия в приоритетах, вот что мешает вам испытывать страсть. Различия в приоритетах и различия в целях, и проблема на самом деле не в них и не в вас. Проблема в том, что вы качественно изменились и стали более зрелым человеком, у вас появились другие направления деятельности, другие ориентиры, а люди, с которыми вы встречаетесь, они остались там. Если раньше можно было сказать, что ваши потребности были как бы созвучны, а теперь они различаются. Ну это, представьте себе, музыка, например, есть партия, допустим, бас-гитары и основной. И если партия, бас-гитары и наши снорсы отличаются от основной, различаются, играют не синхронно, получится достаточно плохой звук, плохая музыка. И нельзя будет сказать, что эти люди играют именно вот в паре друг с другом. То же самое и у вас. Если раньше ваши чувства, ваши ощущения, которые вы давали чувства, Если раньше ваши цели, стремления были полностью созвучны людям, рядом с вами сейчас, ничего такого нет. Сейчас вы испытываете различия, увидите эти различия, но по инерции еще пытаетесь найти отклик там, где его уже нет. А в другом месте отклик найти вы не можете, вы не привыкли, вы не готовы искать там, где обычно не искали. И вот это как раз таки проблема. Но проблема не ваша. Это проблема скорее созревания личности. И все, что вам теперь нужно сделать, чтобы нормализовать ситуацию, это понятно. Что вы не готовы к такому типу отношений, как раньше. И люди, которые вас окружают, вам не подходят. Вам нужно смотреть на мужчин постарше, которые посерьезнее. И, соответственно, отношения выстраивать не на свиданиях, а на хорошем общении, на устойчивом, тесном, зрелом контакте, на созвучии желаний. То есть, чтобы и вы, мужчины, хотели, допустим, одного и того же. Чтобы мужчина вызывал у вас ощущение защищенности, доверия, стабильности, спокойствия. И тогда у вас все будет хорошо. Но для этого нужно менять свой стереотип поведения. Вам нужно общаться не с теми, с кем вы привыкли, а с другими людьми, в другом кругу. То есть, нужно менять свой круг общения. Нужно менять свою среду, где вы общаетесь. И если вы не можете сделать этого физически, то на помощь придет интернет. Думаю, там вы сможете познакомиться с тем, кто будет удовлетворять вашим потребностям. Но нужно помнить, что в интернете общение специфичное. И слишком сильно заигрываться им не нужно. То есть, используйте это как средство для знакомства с людьми. Все-таки, по возможности, лучше встречаться и видеть человека. Очень, чтобы как можно быстрее составить представление о том, кто он, что из себя представляет и как вы видите с ним ваши дальнейшие отношения. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по мальку. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше. Буду благодарен. Пока. Желаю вам всего доброго. Продолжение следует...